Всех приветствую на своем канале. Сей ролик будет посвящен пустым баночкам. А еще, как это называют, бьюти-блогеры за очистки. Я полазала, у меня, оказывается, некоторые продукты уже приказали долгожить или собираются откидываться. А про некоторые я просто забыла и как бы попользовалась и поняла, что они мне... Ну, вообще никак. Ну, а некоторые буду уже, видимо, допользовать не по назначению. В общем, сначала я обозрю то, что у меня вот в таком красивом пакете, в котором мне подарили мои ближние родственники. Вообще один определенный человек. На Новый год очень полезный подарочек. Merry Christmas! Он, кстати, не бумажный. Он такой этот... Короче, не бумажный. Первое, о чем мне достается. Я еще сейчас собиралась и думаю, блин, надо глянуть, хоть тогда камеру уже ставила и тестила. Убрала. Выкинула ли я это? Или все-таки положила до пустых баночек. Это у нас соль лаван каждый день, морская, 500 грамм. Хорошая соль, бюджетная, я не помню, почем она вообще. Что-то около... По-моему, дешевле 20 рублей даже, или около того. У нас в составе тут тупо соль природная, хлорид нация. И больше ничего. Никаких ароматизаторов. Я помню, просто как-то в другом пакетике тоже Ашановскую соль покупала. Ну, в Ашане, в смысле, покупала соль в другом пакетике, но не каждый день. И там была морская соль и еще какая-то химия. Типа антислеживающий эффект или еще какая-то требуха. Короче, вот тупо соль. Я ее добавляла в ванны с каким-нибудь отваром. Делала какие-нибудь смеси, добавляла тоже эту соль. Камушков в ней нету. Ну, в смысле, все камушки хорошо растворяются, все крупинки солевые. В нижнее полушарие мозга, в пятки, ноги или еще что-то. Ничего не впивается, в стоке в ванной не застревает, соответственно. Хорошая соль, бюджетная. У меня еще муж подруги, как она мне сказала, такую соль стабильно берет. Так что советую. Не только я ее июзала, получается. У меня закончился Aven Naturals для тела. Нежный йогуртовый крем-гель для душа, освежающий с ароматом лиственных ягод и граната. Я, помнится, его покупала или хотела купить, когда еще была представителем Aven 100 лет назад. Тут у нас 200 мл. Мне вообще очень нравились раньше Aven Naturals гели, вот эти вот для душа. Но что-то, в общем, очень туго открывается. Конечно, это плюс, ну, это не выльется, но с другой стороны он как бы и так-то не вылился бы, если бы закрывался, но оно очень туго открывается. Я даже полотенцем прихватывала, потому что больно пальчику. И вот эта вот крышечка, обычно она откручивается. Тут почему-то она не откручивается, она намертво. Тут что-то у нас еще осталось. Может, конечно, можно воды нацедить и потом в пену для ван вылить. Что-то я им не прониклась, откровенно говоря. Он приятно так, ах, черт тебя гири. Ну, не сказать, что вот лесных ягод и граната я там не почуяла. Граната-то вообще не почуяла. Просто чем-то вкусно, приятно пахнет. Может быть, какими-то ягодами, ну, может быть, черникой какой-нибудь в йогурте. Вот очень отдаленно он все же пах. Но вот малину и гранат я там не чуяла. Что-то вообще какое-то разочарование, если честно. Ну, на троечку. Так. У меня закончились ватные диски от Аро. Что только это, Аро не производит. Или Аро. В общем, влага у меня была для принтера, когда раньше принтер был. Кофе у меня в зернах есть Аро. Коту на днях я купила корм 2 килограмма 400 грамм. Даже обозревала этого Аро. И там состав даже лучше, чем у некоторых супердорогих кормов. Так. Тут 80 штук и хлопок. Но они, вот оно слегка подороже получается по себестоимости, чем, допустим, те же диски ватные от Ашана каждый день. И с другой стороны, с одной стороны они какие-то толстоватые. Ну, некоторые мне попадались, вот говорят, что по краям прошитые. Я вообще не видела никогда, не помню или мне такого не попадало, чтобы ватные диски были по краям прошитые. Короче, некоторые были очень жирные и как-то они, ну, как ни то, ни сё. Некоторые были очень тонкие. Ну, в принципе, раз на раз, ну, вполне себе ватные диски. От безысходности можно купить. Я вообще их совершенно случайно у нас в магазине, как его звать-то, в Афанасии нашла. Причём, я как бы собиралась купить какие-нибудь маленькие ватные диски, что-то мне надо было позарить, но там я искала что-то иное, а увидела их. Вот этот вот, тоже Эйвен Нэтшелл для тела, с ароматом сладкой, грушей, пиона, гель для душа, освежающий 200 мл. Вот здесь оно откручивалось, поэтому тут уже вода просто. Я смогла все остатки вылить, вымыть. Тоже туго, но не так туго, как вот здесь. И он насчёт груши ничего сказать не могу, но очень вкусно пах пионам. Как бы вот чё, вот этот ещё вспомнила, сейчас, я помню, что какой-то негатив был от него. Оно и то, и другое сушит кожу. И вот это вот ощущение было, что вот оно очень плохо смывается с кожей. Вот такое ощущение, будто вот там каким-то кремом себя вот намазал, который хрен смоешь. Тут он как бы, ну, вот этот вот даже, можно сказать, на двоечку. Вот этот, можно сказать, на троечку. Чё-то вот я как-то не очень в восторге от этого. Всё, вот здесь хороший был только аромат. А так, ну, и он не особо экономичный. Вот раньше, кажется, немножко такого геля для душа от вот этой серии Эйвен Нэчелл Санагук. Укапнешь, пены дофига и хорошо тебя помоют. И надолго, соответственно, хватало. Хватало на месяц, ну, или типа того. А тут как-то оно, у меня за январь, оно всё уделилось. В общем, что-то я как-то не в восторге. Оно мне уже вот, ну, не то, чтобы, я не знаю, на весы, если поставить то, что вот Эфраше разливают в России, там, из одной бочки. Он тоже был гель на душа Эфраше из России разлитый из одной бочки. Или то, что делает Эйвон. Есть вот, я ищу по флудилке девчонкам, ну, там, два или три. Ну, сколько-то у нас там мальчиков есть. В общем, в основном девчонки. Девчонкам жалилось, что вот странно, вот то, что делает, допустим, Эйвон в России, и Эйвон, оригинал вот этот, Польша, да, оно по качеству вообще один в один не отличается. А то, что делает Эфраше во Франции или разливает рашка где-то там в Ленинградской или Московской области вообще день и ночь. У меня закончилось то, что я периодически покупаю. Раньше, мне кажется, оно называлось Дамский пальчик. Может быть, это разные фирмы, были просто флакончики одинаковые. Продается. Вот Дамский пальчик я тоже раньше покупала, только видела его в основе, только в магните. Это у нас Лафреш, жидкость без ацетона, 100 мл до снятия лака. У меня уже такая, уже куплена. Сейчас, по-моему, она стоит 32 рубля за 100 мл. Вот такая вот хорошая жидкость, бюджетная, наверное, надо сказать, для снятия лака. Хотя, я видела типа тоже серии бюджетные в этом Вашане и в магнит-косметик, но даже что-то подешевле, что-то чуть подороже. Вот говно-говно, вот это оно хорошее. Реально без ацетона, но там, конечно, есть какая-то своя химия, тут очень мелко написано, я не разгляжу. Но, кстати, она бы дожила до июля 2020 года. Но она закончилась. Хорошая очень жидкость, совсем какая-то такая пелюшечка осталась. В общем, советую. Пять с плюсом я ее регулярно покупаю. Ну, как бы, я иногда другую покупаю, но ту, которую я покупаю, я ее еще давно не видела. Я ее видела только в Черном Коте. Но последние пару походов моих в Черный Кот я не видела. Даже там ее не видела. У меня закончилось масло Алиас апельсин сладкий 59 рублей оно стоило в нашей аптеке, покупала о, северный. 10 миллилитров. Хорошее масло, единственное, вот чисто вот в коробочке был брак. Смотрите. Я думаю, видно вот эту дырку, которую я проделала шилом, потому что иначе у меня вообще оно никак не открывалось, оно прокручивалось. Я такое же масло дарила в подарок человеку на Новый год, ну, там, довесок подарка. Я очень надеюсь, что там не было такого брака. Короче, оно прокручивалось. И дальше никак не открыть ничего. И, в общем, я делала дырку шилом и в итоге вот так вот капала. И использовала как ароматизацию помещений, ну, в смысле своей вот этой квартиры как в аромалампу. Ну, и борьбы эльфи со сном. Вчера у меня была такая борьба эльфи со сном, меня со сном. Борьбы кота, меня с... Я обои и косяки дверные против кота капала или так протирала. В общем, ну, как... Действует, конечно. Ну, периодически Новый выдыхается, периодически мы к нему привыкаем, но все же вот осык носу поднести, а он что-то пытается там сделать, непотребное. Оно как бы на него действовало. И не надо говорить мне, что вот надо типа того, что купить ему эту самую когтеточку, потому что он у меня дерет обои или, допустим, иногда ковер, именно тогда, когда он думает, что вот я ему не даю той самой еды, которая вот... Ну, допустим, есть мне такой контейнер, подарили, ну, баночку такую красивую, и в ней, короче, корм туда складываю, чтобы не мозолил он глаза и баночку не прогрызешь, при желании не развалится, если что, не порвется. И вот, допустим, в баночке такой-то корм, и в миске точно такой же. И он думает, что в миске у него другой корм, или, допустим, хозяин что-то ест, а он все равно это есть не будет, но ему как бы хочется, глаза заведущие, лапы загребущие, душа не принимает. Он начинает драть дверные обои в некоторых местах. Ну, правда, тут, когда я слегка помирал в очередной раз, у него, видать, местами совесть просыпалась, он даже, в общем, не дерг, вел себя тихо. В общем, хорошее масло, фирма Алиас. Сейчас попробую найти, кто ее вообще делает. Где она у нас? В общем, это город Подольск, Московская область, Трио Алиас. Все хорошо, только вот брак был вот с этой крышечкой. Это на случай тем, кто, вот у меня Даша тут писала мне в личное сообщение, это YouTube-блогер Сисис Шмидт, ник у нее такой, я на то прошла про масла, какими я обычно пользуюсь, эфирными, вот как раз это вот оттуда. Тут у меня есть салфеточка. Она уже ничем вообще не пахнет. Чую, это пробник «Да, любовь от Ифраше». Для меня этот пробник «Да, любовь от Ифраше». У меня еще такой есть, и мне такой же еще идет, потому что я вчера заказала себе в Ифраше набор мицеллярный шампунь и бальзам к нему. Ну, там скидки были, у меня был бонус какой-то на скидку. А еще у меня этот, я увидела щашки, которые еще видела осенью прошлой, но их давали в подарок, только если покупаешь что-то по открыточке в офлайновском магазине Ифраше, но я в Ярик давно уже не ездила, а у нас магазин этот или в Ярике, или в Риминске, может еще где-то, но вот в ближайших городах только там. И, соответственно, мне их никто не подарил, хоть я в каком-то ролике жаловалась, так это в шутку. Ну, и, соответственно, я не ездила ни в Ярик, не получила, но когда увидела их вот в подарок, шли они по рассылке емейловой, то я вот заказала и то, что я давно хотела, и, соответственно, эти чашки в подарок, и вот там мне сегодня пришло на мыло, что они вчера отправили мне посылку, она по Москве где-то гуляет, по Подольску уже, и там опять вот этот пробник в довесок. Видимо, эти духи не особо котируются сейчас, потому что иначе бы их так не разрекламливали, попытки типа купить и купить и всякое говно, но это чисто мое мнение. Вот туалетная вода парфюмированная, ну, да, любовь, почему-то это, да, любовь так на русский надмозги не перевели, так, видимо, и не подумали, как это перевести. Почему-то ее делают, не знаю, может во Франции также делают, но наши российские надмозги почему-то делают, но надмозги только российские в принципе бывают. Кстати, оказывается, это 90-х годов фразочка, я думала, что-то с начала 2000-х загуглила как-то специально в Яндекс, в общем, надмозги наши почему-то не перевели вот это, да, любовь, ой, а-ля мур, и присобачили эту туалетку и парфюмку к парфюмерной воде несколько нос любви, хотя это вообще разные, как бы, темы. В общем, для меня оно пахнет детской неожиданностью, какой-то вообще гадость несуспертной, и не знаю, я следующая, мне первый раз я ее нюхала, когда ко мне подписчица одна приезжала и давала, ну, пробник у нее был, или что-то такое, или сама духи привозила, короче, но мне тогда как-то я не поняла, юмора что-то такое, а потом еще раз пробовала этот, ну, нюхала, был у меня пробник, не пошло у меня, в Ифрашевском магазине еще со знакомой своей бывшей, из Ярики она живет, тоже пыталась принюхаться, тоже все равно не пошло, короче, вот каждый раз какая-то, или детская неожиданность, или какая-то, причем детская неожиданность в жидком виде, какая-то, в общем, мерзость какая-то, так, что у нас тут в пакетике, в пакетике у нас больше ничего, но у меня вот, а вот еще я достала, закончилось масло чоколэ, латте, или чоколэйт, хрен ее знает, 100% оригинальное, масло макадамии рафинированное, я покупала его еще у нас в углическом магазине Кадо, там натуральное масло можно найти, и добавляла в свои все эти домашние косметики, эксперименты, жидкое, ну, в смысле, жидкое мыло тоже делала, короче, в мыло, в этот, в дезидорант, и этот самопальный, еще куда-то, куда только не добавляла бальзамы для губ, там, вот для ногтей, и, в принципе, я не помню, сколько оно стоило, но тут у нас сколько вообще миллилитров-то, оно закончилось, у него срок годности в этом месяце, в январе этого самого года, 2019-го, тут, по-моему, 20 миллилитров, не тестируется на животных, арома мэджик производительного Сибирска, если честно, оно мне не понравилось, у меня такое ощущение, что вот там где-то масло, а где-то подсолнечного налили, разбавили, потому что другое, вот я сейчас тоже его буду обозревать, оно не совсем закончилось, но вот до конца января еще несколько дней осталось, может быть и делаю, и я то использовала у меня после болезни, правда до сих пор еще слегка простуженная, очень сухая кожа, будто я в Ярославле побывала на сессии, а когда я в Ярике была на сессии, вот если несколько дней я в Ярике побываю, приезжаю домой, у меня она прям отваливалась, вообще сушеная кожа, маску я заказала в Эфраше, тоже потом обозрю, увлажняющую, ну и знаменок у меня есть, вообще я вчера заметила, когда лазала по сайту Эфраше, что все меньше и меньше мне что-то такое вот там, там остается что-то, что мне нужно, вот именно исключительно то, что мне нужно заказала. В общем вот, если вдруг где-то увидите чоколейт, и больше никаких других масел не будет, то, а вам очень позарез надо, то ну можете купить, но по-моему это какая-то фигня, хоть тут написано, что как его там, прямой отжим методом при ссовании орехов Макадамии с последующей фильтрацией, типа все такое офигительное, ну какой-то минус два, на двоечку скажем, у меня практически закончилось, на завтра осталось буквально на одно применение, шампунь такой мне первый раз дарила, это у нас AVEN NATURALS HERBAL H-EK, с витаминным комплексом, два в одном, шампунь-ополаскиватель, шампунь-ополаскиватель с ароматом цветка лотоса и базилика, 250 миллилитров, мне такой дарила первый раз, подписчица или зрительница, точно не знаю как сказать, потому что по-моему у нее аккаунта на ютубе до сих пор нет, в контексте есть, Лелька из Тюмени, и он мне тогда очень понравился, еще аромат у него очень мне понравился, у него вот этот аромат, этот лотос с базиликом, может еще что-то, но вот оно само по себе пахнет, как вот один из моих любимых парфюмов, допустим, вот был такой у Фраше, Секрет Де Санс, Ирис Нуар, или Уэйвен, раньше тоже был, тоже уже и то, и другое снято, Сетернел Мэджик, и Этернел Мэджик у меня тоже был, кстати, в коллекции в свое время духов, я помню покупала, эти 30 миллилитров, такой вот квадратненький флакончик, короче, очень мне нравился аромат, неплохой шампунь, но что-то я не знаю, что-то с ним пошло не так, я заказала уже у своей подруги, она стала Уэйвеном, тоже заниматься в третий раз в жизни, заказала этот шампунь, и, в общем, как-то от безысходности можно им попользоваться, вот вместе я делала себе ополаскиватели травяные всякие, голову окачивать, или мыла даже ими, вместе с шампунем, оно нормально идет, более-менее идет, если там, вот сейчас я им помыла волосы, где-то часа через два они высохли, и стали такие как бы пышные, вот раз на раз, то они пышные, то они прирезанные, хотя вот я делаю эксперименты, я маслом у меня есть отдавка, которая мне Алена с Украины подарила, подписчица моя, у нее, кстати, есть два канала, но про нее еще потом речь пойдет, потому что там один продукт закончился, который она мне дарила, и я этим маслом отдав, ну, на волосы, на влажные, на щетку, и пару капель, и расчесаться, и делала вместе с ним, и без него, ну, смотрела, как лучше, но эффект практически одинаковый, вот сейчас тоже с этим маслом, и сначала они у меня были пышные, мне надо было сделать маску для лица, я заделала хвост, чтобы волосы не мешали, я хвост распустила, и вот что с волосами стало, они уже совершенно без объема, в общем, что-то пошло не так, и я не буду такой шампунь больше заказывать, даже если чисто из-за аромата, в общем, как-то я не прониклась в этот раз им, мне он не понравился, он мне не подошел, не знаю, почему до этого подходил, что не так, что случилось с моими волосами, что случилось с ним, и, в общем, для меня он, можно сказать, на двойку, я не советую, но я давно заметила, у меня от Эйвановских шампуней, мне только один очень понравился, но он давно уже снятый, тоже из серии Эйванов Нэтчерлс, какой-то, мне помню, в поменяшках, или как-то так, Алена О присылала, которая раньше была канал на Ютубе, у нее потом канал назывался Ничего личного, но сейчас у нее, по-моему, есть только Инстаграм, она занимается вышивкой, и Вконтакте она, по-моему, есть, и Алена Овсянникова, долила какой-то шампунь, два в одном, шампунь ополосквитили, он мне, в принципе, такой неплохой, вроде как пошел, и этот тоже был изначально, как бы неплохой и пошел, но все-таки, по-моему, Эйвановские шампуни, это не мое, как бы, я видела у друзей такой же шампунь, они его, ну, у одного человека жирные волосы, густые, а у другого густые, но не помню, какой он может, может, скажем так, он для всех типа фолос, может быть, просто жирные, нормальные, ну, нормальные и густые, и жирные, и густые, и вот человекам очень нравился этот шампунь, я спрашивала мнение, вот еще полгода назад, мне что-то он как-то, как-то я им не прониклась, в общем, если вам нравятся такие шампуни, то покупайте, если вы не пробовали, и у вас волосы тонкие, жирные, типа моих, то лучше не надо, купите что-нибудь другое, оно не закончилось, но я им не прониклась, я не помню, покупала, я тогда успела купить, когда была представительная, или не успела, как он мне тогда, если я его покупала, пошел или не пошел, надо, конечно, по плейлисту Эйвен пройтись у меня на канале, может быть, действительно покупала и обозревала, но в этот раз я его что-то не поняла прикола, это у нас Эйвен Нейчерлс для тела, нежный йогуртовый скраб для тела, свежающий с ароматом лесных ябок, гатты, гранаты, аромат точно такой же, как и у геля для душа, я помню, что еще должен быть лосьон для тела из этой же серии, но, честно, вот я что-то не догнала, есть вот, ну я понимаю, что скрабы как бы не должны пениться, но они как-то должны все-таки скрабировать и как-то идти, их как-то более-менее внятно можно смыть, этот ощущение вот такое же, как от геля для душа, будто кремом себя намазал каким-то очень жирным, этот жирный крем без помощи какого-нибудь там геля для душа уже просто или мыла, не смоется нифига, я им в итоге буду делать, использовать его чисто как скраб для ног, он не особо скрабирует, хоть тут какие-то так как бы видно скрабирующие частички, сегодня попыталась дать ему шанс душем, в итоге смывалась гелем для душа просто, потому что как-то, ну вообще ни то ни сё, я не поняла прикола, для чего, ну что хотел производителям показать, ну и может быть просто это не моё, вот такие густые очень кремовые скрабы от Эйвен, мне у них нравятся гамажи, вот типа Эйвен Сенс из серии цитрусовый заряд, ну я по-моему цитрусовый заряд давно не видела, у них ещё неплохой был вот с этой, с грушей, голубенький такой цитрусовый заряд, зелёненький, а Эйвен Сенс голубая лагуна, кажется, с ароматом груши, голубенький, он тоже неплохой, но мне чисто там аромат как-то не очень нравился, я прониклась вот тогда зелёненьким, но зелёненький давно не видела, в общем мне больше нравятся такие типа гамажики, вот в Эфраше ей допустим похоже, как в Эйвен Сенс гамажики, серии Презир Натюр или Лимиток, ну допустим новогодняя какое-то не то не сё, даже скидки 50% на эту новогоднюю коллекцию в Эфраше меня как-то не заманили, ни в тот, ни в предыдущий раз, в общем что-то, ну можно сказать на троечку, проскрабировать ноги, попытаться там уверовать в то, что он будет скрабировать ноги, я его оставлю, доделаю, ну просто вот сейчас решила показать, как бы зачистка или то, что не подошло, не понравилось, да, у нас шампунь на раз ещё, так, у меня тут может быть ещё на раз, да, ещё на раз, это то, что мне пришло в подарок, я специально выбирала в предыдущем заказе Эйвен, пардон, в предыдущем заказе Эфраше, когда я заказывала духи, вот они кстати, мои любимые духи, это у нас эликсир Буа Сенсуэль, эликсир чувственности и франшевский, и там можно было выбрать подарок, и вот в подарок я выбрала себе, как потом выяснилось, мужской гель для душа, для тела и волос, в России он тупо для тела, почему-то, 200 миллилитров с алоэ вера, ну, алоэ вера, как бы всегда, обычно в гелях для душа, или как-то так, пахнет более-менее нейтрально, сам по себе алоэ вера, если выдавить сок, или порезать, или просто вот отрезать веточку, это алоэ у меня есть алоэ, он пахнет слегка специфически, очень даже специфически, это мало того, что сделано в России, сроком до ноября 21 года, все вроде ништяк, сделано у нас интерфилм, Ленинградская область, город Тосна, состав у него такой, скажем так, практически химический, увлажняющий гель для душа, алоэ вера, бла-бла-бла, алоэ там, соответственно, не пахнет, у меня такое ощущение, что он парфюмированный, что в России, когда разливали из бочки гель для душа, то на бочке была наклеечка, допустим, мужской парфюмированный гель для душа, Evidence Green, но наклеечка слетела, а так как наклеечка слетела, и по виду он вроде типа зеленый, ну, и они решили, наверное, что сойдет за алоэ, и залили бутыльки с наклейками алоэ, короче, это парфюмированный гель для душа, с ароматом, Evidence Green, мужским, соответственно, у меня был такой парфюм, несколько штук, в свое время приходило от Ифраши в подарок, я раздаривала всем своим знакомым мужчинам, себе оставляла, потому что мне очень нравятся некоторые ароматы мужских духов парфюма, мужского парфюма, униссексовые такие ароматы, но помню, там надо было, короче, кому-то, скажем так, как моя сестра забыла одна из приобрести подарок своему благоверному, а благоверная внезапно подарила и то, о чем она не мечтала, ей было как-то неудобно, и в итоге она вроде что-то хотела купить, а я говорю, ну, а что он мне стоит, если не просит, я просто ей отдала, ну, в общем, это у нас пахло, оно еще оставляло аромат на коже, я как бы не против этого аромата, он мне очень понравился, для меня было это внезапно приятным удивлением, что это парфюмированный гель для душа именно с таким ароматом, но я как-то ожидала все-таки попробовать гель для душа с алоэ, и думала, что он французского производства, и он, голову, кстати, он хорошо моет, лучше, чем вот этот шампунь, но кожу мыть, вот то, что хватило бы, то, что хватает на голову, вот этого много при этом хватает на голову, вот выливаешь так хорошо на ладошку, если это же вылить, допустим, на тушку, обычно хватало бы, да, другого какого-то геля, этот, очень такая слабая пена, он, конечно, как бы вас помоет, но на губку надо будет вылить очень много, дофига, мне кажется, вот это у меня пойдет потом на помывку головы, потому что вот этого не хватит просто, чтобы помыть саму себя, ну и, в общем, я ему ставлю единичку, я прихожу к выводу, что в Ифраше можно покупать только парфюмерию и декоративную косметику, потому что я, конечно, не знаю, узнаю об этом, когда придет посылка, если там в подарок, ну там в подарок шло, короче, средство для умывания от Ифраше, если оно тоже сделано в России, то по ходу дела действительно только декоративную косметику и парфюмерию можно бы хорошо заказывать, она действительно сделана во Франции, еще такие варианты, как, допустим, масла для душа, они тоже еще сделаны во Франции, в России еще не научились разливать из бочки масла для душа, короче, полный отврат, так, у меня закончится, ну, можно, конечно, сверху срезать, я потом так и сделаю, крем для рук, который мне подарила Вика, Кэвикако, в инстаграмме она Ковики, или как-то так, с которой я познакомилась, когда была в Москве у другой своей подписчицы, ну, и, в общем, она мне задарила, там был скраб для тела, сумочка, с которой я в магазин хожу, и вот этот замечательный крем для рук с обезьянкой, это у нас Джангл Банана Хэнд Крем, крем для рук, короче, крем для рук с бананом, 60 мл, корейский, неплохой, хороший крем, он у меня был в основе на кухне, я им пользовалась, 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 но вот внезапно он уже заканчивается, и надо очень сильно прикладывать усилия, чтобы что-то достать, вот такое, ну, мне кажется, вот я как-то не особо нюхаю это все, но вот сейчас понюхала, оно пахнет как бы банановой кашицей такой, ну, бананчиком он дает, ну, да, бананчиком он дает, хорошо увлажняет, не липкий, высыхает достаточно быстро, можно взять телефон, он у вас из руки не упадет, и, в принципе, отличный крем для рук, ну, конечно, когда кожа дофига сухая, бывает, я сама лажанулася, все время поняла, что надо на улицу все-таки перед выходом на улицу слегка увлажнять руки, если я особенно забыл перчатки, и мне вот здесь вот высыхало, то он, ну, как бы мертвому припарку, но если, допустим, им пользоваться несколько раз за день, то уже не совсем мертвому припарку, но, в общем, нет для очень сухой кожи рук, для сухой кожи рук он хорошо, отлично вообще подходит, для супер сухой кожи рук лучше что-то другое использовать, в общем, Вике, спасибо большое за подарок, очень классный крем, я вам его советую, если где увидите, я, честно, нигде не видела, ой, вот тут совсем чуть-чуть осталось, это то самое масло, про которое я говорила, шоколейт, 100%, оригинальное масло, масло абрикосовой косточки, рафинированное, вот у меня ощущение, что это подсолнечное масло, у меня просто было масло, абрикосовой кофточки, рафинированное, какой-то другой фирмы, совершенно уже не помню, но оно пахло как-то совсем иначе, а это сначала пахло оно подсолнечным маслом, сейчас оно пахнет каким-то прогул, подсолнечным маслом, мне кажется, что всё-таки абрикосовая косточка, масло её, из неё, и подсолнечное масло, это как-то разные масла, ну и у меня ещё подозрение, что вот у них как-то они все одного такого цвета, одни все вот, из одной боди, наверное, тоже разливались, в общем, я не советую такие масла, никакое, оно не закончилось, но срок годности у неё заканчивается в феврале, это у меня Avon Naturals для лица, сияние, лепестки розы, маска для лица, вот помню тоник, лепестки розы и крем для лица этой же серии, тоже лепестки розы Avon Naturals, мне понравились, маска стоит, так, 75 миллилитров, мне её в поменяшке, кажется, прислала Настя Зарецкая, она сейчас уже вот 8 месяцев у неё ничего не выкладывалась на канал, она, насколько мне известно, когда-то летом или весной, год что ли назад вышла замуж, или типа того, и видимо, как вышла замуж, так уже смысл из Т-канала, наверное, потеряла, наверное, нашла какой-то иной смысл жизни, ну и, в общем, как бы неплохая маска, но, если честно, я не знаю, как раньше она мне нравилась, не нравилась, действовала она на меня или нет, вот ни о чём вообще, я вчера её наносила на лицо, вот что нанесла, не поддержала смысл, что не нанесла, эффекта вообще никакого, хотя производитель нас тут уверяет, ну да, содержит в составе экстракт лепестков розы, помогает лучше текстуру кожи, придавая ей естественное сияние и гладкость, на 10-15 минут нанести и типа смыть потом водой, в общем, как-то я не знаю, ни то, ни сё, она вообще до 19 февраля, у неё срок годности, может, я, конечно, её попробую использовать, тут полфлакончика осталось, но, если честно, как-то я не прониклась, вот сейчас именно не прониклась, не знаю, как раньше я её воспринимала, что у нас тут ещё, у нас тут ещё не то, чтобы он совсем закончился, там совсем чуть-чуть осталось, это шикарный лак СИАТЭ, или как-то так, 13,5 мл, после вскрытия живёт 24 месяца, у меня он прожил чуть побольше, чем 24, чуть поменьше, чем 24 месяца, но чуть побольше года, скажем так, это мне подарила моя подписчица Елена Минск-Москва, которая и во флудилке есть, и тут у неё на Ютубе не кедовитое, и, короче говоря, очень классный лак, я в него прям влюбилась, по большей части я им практически постоянно, ну, я, конечно, не постоянно ногти крашу, но, когда красила, в основном он был в приоритете, сейчас он тоже на ногтях, он быстро очень сох, легко наносился, но вот у него, видимо, он из-за того, что он почти закончился, там где-то одна четверть осталась, он слегка загустел, но, как показала практика, если я пытаюсь современно лаке разбавить жидкостью до снятия лака, то они отпрыснули, или отпрыснули, или отпрыснули, в общем, я этот даже не рискнула разбавлять, наносится он уже неудобно, иногда вот комочки встречаются, сгустки, и сохнет он уже как-то подольше, чем до этого, короче, очень классный лак, мы с ним жили в мире и согласии, но пришла пора с ним расстаться, спасибо Олене за подарок, отличный лак вообще, да, и у него срок годности, по-моему, закончился, вот сейчас гляну, по-моему, вот как раз где-то в это время, где-то у него там он был, ты где срок? А нет, у него еще не закончился, он оказывается до ноября этого года, в общем, обыдно, досадно, но, к сожалению, уже им не очень удобно мазаться, у этого срок годности, насколько помнится, до февраля этого года, я про него совершенно забыла, мне его дарила еще моя знакомая из Ярославля, мне вообще нравятся такие бочонки в Эрифлейм, но мне тупо не дается вот именно вот этот, он с ароматом химического меда, я уже много раз про такое говорила, тут где-то осталось, ну, чуть меньше, половина-треть, наверное, и последнее время, я когда его вдруг нашла, как в какой-то стриме, внезапно обнаружила, что он у меня есть, в моей бездонной косметичке, я его использовала как место воска для ногтей, вот увлажняет он, или питает ногти очень хорошо, если убрать вот этот аромат вообще, ну, если пытаться не обращать внимания на аромат, то вообще шикарная вещь, ну, и в общем, я, наверное, его доделаю до последних дней января на этот виде питания для ногтей, ну, и спасибо, конечно, за подарок моей знакомой, но вот, если вдруг кто-то мне решит что-то подобное подарить, то что угодно, только без аромата меда, ну, вообще, хорошие бочонки, если вас не раздражает как меня искусственный аромат меда, то я вам с такой советую, отлично, пять с плюсом, у меня закончился практически тут совсем-совсем чуть-чуть осталось, а вот совсем чуть-чуть, как раз до конца января хватит, бальзам для губ, вообще-то, гигиеническая помада черри, вишня, от украинской косметики эльфа, которую мне задарила подписчица Алена, про которую я уже в начале или где-то в середине этого ролика говорила, у нее два канала, один Алена канал Discovery от путешествий, у меня на оба канала есть ссылка в разделе интересные люди или интересные каналы, как-то так, и еще канал посвящен чисто косметике Алена Липстик, ну, там на втором канале у нее редко бывает видео, там, по-моему, три сейчас ролика, ну, довольно интересно, к сочи, и вот канал о путешествиях еще, в общем, классная помадка, вообще, ну, гигиеничка, ну, она розовенькая, я делала отдельный обзор на эту косметику эльфа, она, если вот чуть, ну, вообще, как бы нейтральный такой цвет дает, но если два-три слоя сделать, то я потом заметила, что она дает розовый легкий оттенок, хотя вот так вот, ну, очень отдаленный, если совсем вблизи смотреть, то вот, значит, если знать, где мазала, то вот видно, пахнет карамельками такими, вишневыми, вот бывают такие карамельки типа фея или мечта, и вот похожие такие еще бывают, вишневые, вот вишневой карамелькой пахнет, очень классный бальзам, гигиеничка, я ее наносила чисто так, вот, ну, дома увлажнить губы, наносила, если на выкинуть мусор, лень помадиться, но как бы на губы надо что-то такое питательное нанести, ее как бальзам, наносила как бальзам для губ, перед тем, как намазаться какой-нибудь помадой, чисто, чтобы увлажняло, питательный увлажняющий, еще классный, шикарный бальзам, и вот это последняя у меня практически пустая баночка в этом обзоре, ну, и всем спасибо, кто осилил сей ролик до конца, не болейте, всем отличного настроения, ну, и, наверное, до новых встреч, пока!